Органическое поражение центральной нервной системы, тетропорез, микроцефалия, эпилепсия. Все эти страшные диагнозы приходятся на одну такую маленькую девочку. Тейковчанке Саши Поляковой всего 5 лет. И все эти годы ее родители борются за возможность вылечить своего ребенка, буквально поставить ее на ноги. Из-за поражения ЦНС во время родов Саша не может ходить, говорить и даже сидеть. Диагнозы у нас, конечно, тяжелые. В Германии, когда мы были, нам давали положительный прогноз, что будет и сидеть, и в дальнейшем ходить с опорой. Пускай с опорой, но все-таки. Наши врачи нам, конечно, говорят, что она будет просто лежачим ребенком. Ежедневно ребенок принимает препараты от эпилепсии. Приступов не было уже два года. Тем не менее, Саша не может проходить реабилитацию в большинстве российских восстановительных центров, в которых эпилепсия считается противопоказанием к лечению. Родители возили девочку в клинику в Германии. Сейчас собирают средства на восстановление в чешском санатории. Проходили мы реабилитацию. И вот, конечно, мы видим в ней после реабилитации, что боль она активнее. Ее улыбается, звуки начинает издавать. Пытается присесть, садиться. Помогает ее очень. Спастику убирает, вот, рук, ног. Тем не менее, мы все-таки умеем переворачиваться на бока. Мы умеем переворачиваться. Мы на животике, мы лежим, поднимаем голову, мы знаем звуки, улыбаемся. Улыбаемся, знает многие команды, знает. Ну, в общем, на таком уровне все равно хоть какое-то развитие у нас есть после каждой реабилитации. Для нас, пускай маленький успех, но для нас это огромная победа все-таки. Стоит трехнедельный курс реабилитации 3000 евро. Сумма не очень большая, но для родителей Саши неподъемная. Работает один папа, мама девочки в декрете. Полгода назад в семье появилась еще одна дочка – Катя. Конечно, родители занимаются с Сашей каждый день. Но результаты от профессионального лечения с такой домашней гимнастикой не сравнить. Девочке хорошо помогает методика Войты – воздействие на определенные точки тела ребенка, вызывая рефлексы. За счет этих движений набирается мышечная масса, укрепляется спина, ручки, ножки начинают работать. И потом еще Чехия, чем хороша там термальная вода, она очень хорошо снимает с пастику. И с ребенком можно заниматься. То есть ребенок не испытывает потом такой боли, как большинство детей со спастикой ДЦП. Реабилитацию нужно проходить регулярно, чтобы был эффект. Большие суммы на лекарства и лечения придется тратить не один год. Но родители не отчаиваются от своей мечты поставить девочку на ноги, не отказываются. Как не отказались от Саши, узнав о диагнозе. Хотя ивановские врачи очень им советовали тяжелого ребенка сдать в детский дом.